В начале 1893 года Клод Мане возвращается в Руан, чтобы продолжить работу над соборами. Но новое помещение находится на первом этаже, а не на втором, как раньше. И поэтому точка зрения на собор меняется. Те картины, которые были начаты в 1892 году, имеют зазор между фасадом собора и башней. Картины, которые написаны в 1893 году, уже не имеют этого зазора, и точка зрения находится несколько правее. Судя по всему, он не стремился на второй год сделать продолжение первого. То есть он не хотел создать иллюзию, что это все сделано одновременно с поставленными многочисленными мольбертами, которые он заполняет, переходя от одного к другому каждые полчаса или час. Действительно его интересовало исследование. Исследование фасада собора. Художники-импрессионисты с середины 19 века получили возможность писать тюбиковыми красками. Сын Агюста Ренуара, Жан Ренуар, который был известным режиссером, когда-то сказал, что если бы не это изобретение, не изобретение тюбика, не были бы возможны ни Хлод Моне, ни мой отец, ни другие импрессионисты. Это его слова. И в этом он был прав. Художники-импрессионисты получили возможность покупать краску в неограниченных количествах. Поэтому они очень сильно экспериментировали с фактурой. Никакой старый мастер не мог бы положить столько слоев красок густых, как это сделал Клод Моне в соборах. «Как тяжело. Я сломлен, я не могу больше. У меня была ночь, полная кошмаров. Собор сваливал меня вниз. Он казался то синим, то розовым, то желтым». Из письма Клода Моне своей жене Алисе Ашеде. У импрессионистов меняется палитра. Появились пигменты, которые не были известны старым мастерам. И эти пигменты в большом количестве белила мы видим в руанских соборах. Мы видим это глазами, но и на рентгенограмме мы видим, насколько плотно и корпусно нанесены красочные слои. Мы сейчас занимаемся исследованием химического состава материала, из которых создана картина. Место проведения анализа можно абсолютно точно оценить, изготовив вот такую простую мишень. Это отверстие для датчика, а это отверстие для рентгеновского потока, который вызывает флуоресценцию. У меня в руках прибор рентгеновской флуоресценции. Он помогает получить экспресс-способом элементный состав материала, в котором у меня была написана картина. Мы прикладываем, плотно держим. И после этого я запускаю прибор. Включается счетчик, который считает импульсы, получаемые после облучения рентгеном данной точечки, и появляется спектр. Потом он включает математическую систему обработки. И вот мы видим состав того, что он обнаружил в данной точке. Анализ идет 20 секунд. Все закончено. Считает алюминий, кобальт, очень много свинца. Что еще здесь? Ну, кремния, естественно, да. Я стараюсь на зеркале картины выбирать как можно более яркие участки, где больше пигмента, чтобы материал белил, не мешал как-то диагностировать то, что соедините. Чтобы большая концентрация свинца, укисло-свинца, не маскировала все остальное. Она такая достаточно хрупкая, поэтому надо очень осторожно прикладывать прибор, чтобы он своим весом как бы не продавил, и там лишнего кракелюра не наделал на поверхности. Картино-гетерогенная система и получить две абсолютно одинаковые точки на картине практически невозможно, поскольку это в руках художника его личное желание и видение процесса. Палитра импрессионистов стала гораздо более яркой. Хромат свинца, свинцовый крон, синий кобальт, эстонат кобальта, который называется цирулиумом, который широко использовал Мане, в частности, в Руанском соборе днем, он использует цирулиум. Это доказано физико-химическими исследованиями красочного слоя. Крон желтый, киноварь, искусственная киноварь, вермильон, так называемый, французский, мелкотертый, сульфитр тути. Это был любимый пигмент Мане для воспроизведения розовых оттенков. И в Руанском соборе вечером киноварь подмешана практически во все красочные слои в небольшом количестве, для того, чтобы достичь этого розово-желтого эффекта дневного света. Из архивных источников мы знаем, что картина не в первый раз оказывается на реставрационном столе. В частности, оборотная сторона картины, на которой мы видим вот такую сетку из темных, нитевидных таких вот узоров, это прошедший насквозь либо реставрационный клей, либо лак. Мы видим, что подрамник фабричный, раздвижной. Мы знаем, что холст у нас очень тяжелый, красочных слоев очень много, они имеют достаточно серьезный вес. И для того, чтобы избавиться от этого провисания, реставраторы просто подбивали вот эти вот деревянные фрагменты, которые называются клинками, и подрамник таким образом раздвигался, и холст подтягивался. Одним из исследований в рамках этого проекта было исследование основы, собственно, холста, на котором написаны картины. Но импрессионисты, как в случае с красками, не сами грунтовали холсты. Они использовали холсты, которые покупали в художественных магазинах. Так вот, холст также был машинного производства. В данном случае были отобраны фрагменты нитей холстов с двух картин, исследованные под микроскопом в поляризованном свете. Вот на одной из картин в Руанском соборе вечером было определено, что нити подверглись первоначальной деструкции. Не сильный холст, не потерял сильно в своей структуре, но вот какие-то на микроскопическом уровне изменения в волокнах холста видны. Наличие минимальной деструкции в холсте одной из картин Мане обязательно будет учитываться в дальнейшем при решении способов ее экспонирования, защиты изнанки, оборотной стороны и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова